Бодолей, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на февраль месяц. И первая карта для вас, карта смерти. Карта, знаете, завершения старого периода, но начало чего-то нового. Здесь как будто у вас заканчивается что-то старого, и вы переходите на что-то новое. Для некоторых, здесь могу сказать, если для тех, которые в отношении, как завершение отношений, уход от этих отношений, даже в начале месяца уже у вас это показывает. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца, что это касается. Карта силы. Карта силы показывает высшие силы Вселенной на вашей стороне. Они вам помогают, они вам дают возможность что-то новое. Но показы для тех, которые не могут что-то старое завершить, вот это тот момент, когда вы можете ставить точку на своём прошлом. Здесь просто нужно поставить. Если вы понимаете тех отношений, где находите, что у вас нет никакого развития, нету чувства, вы должны таких отношений завершить. Для тех людей, которые одиночки, здесь как бы идёт, знаете, как трансформация, завершение чего-то старого, когда вы переходите на что-то новое. Когда вам Вселенная после какого-то боли, после каких-то перемен, она вам даёт что-то новое, да, что-то, знаете, какого-то нового периода в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Шестёрка кубков. Шестёрка кубков показывает, что вы ставите точку на своё прошлое, да, вы что-то завершаете, вы просто устали страдать, да, вы не можете уже так продолжать. Вы просто берёте ваше решение, что хватит, мне нужно что-то начать новое, да, мне нужно какой-то новый этап. Если входить в новых отношений, если вот от работы, вы как бы это оставляете уже, это своё прошлое. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Тройка кубков. Тройка кубков показывает, я хочу в первую очередь сказать, для тех, которые в отношениях, которые, как сказала, и уже нету никакие чувства, вы должны понимать, что сначала может быть даже Вселенная вас как проверку делает, да, вы должны завершить таких отношений для того, чтобы вы оставили это всё в прошлом и начать что-то новое. Самое главное не входить как третий человек в отношения, да, потому что вы можете пройти на данный момент как проверку, да, когда Вселенная вам даёт эту проверку, как новый урок в вашей жизни, да, вы посмотрите, как вы будете проходить. Для тех, которые не в отношении, радуйте себя. Может куда-то поехать отдохнуть, может куда-то вот даже просто посидеть в кафе, может даже что-то, какой-то подарок себе, порадовать себе. Получайте вот именно в середине месяца вот этот, ну дайте себе такие возможности. Давайте посмотрим следующая карта на середине Королевы Мечей. Королева Мечей показывает, уже на середине месяца нужно будет чётко поставить какие-то точки надги, да, просто нужно более, знаете, все, знаете, осознавать, да, просто понимать, с кем вы хотите дружить, кого вы хотите видеть вообще рядом, с кем вы хотите вообще даже общаться, да. Здесь просто нужно будет расчищать ваш путь, да, освободить путь от вашего, может, прошлого, от старого, от каких-то старых воспоминаний, от каких-то прошлых, знаете, может от прошлой работы и дать возможность построить новую работу, да. Здесь просто нужно будет это чётко, знаете, не эмоционально, а именно более хладнокровно относиться к таким ситуациям. Давайте посмотрим следующая карта на середину. Вселенная — это шестёрка жезлов, и будете держать вот в середине победа в ваших руках, да, она вот даёт вот эту возможность держать эту победу. Но эту победу, как вы получили её, так и вы можете её потерять. Самое главное, чтобы вы осознали, понимали, что что-то не нужно в вашей жизни и должны убирать, потому что Вселенная даёт, да, она может вам даёт возможность, вы просто должны осознать, что нужно сами это, да, сами что-то убрать из вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, что вам Высшая Сила подсказывает. Девятка кубка. Уже под конец у вас ваша влага, ваша изобилие, ваша стабильность, ваше эмоциональное, она в ваших руках, да. Она в ваших руках. Почему? Потому что вы можете даже в середине правильно какой-то выбор сделать, да. Может, будет это неприятно оставить что-то в прошлом, но вы будете это сделать. И вы вот получите ту стабильность, ту изобилию, которую вы должны получать вот даже в конец, уже в конец месяца. Давайте посмотрим следующая карта в конец месяца, что вас ожидает. Это Рыцарь Жезл. А почему всё это победа, вот, изобилие в ваших руках? Потому что человек стремительный, да. Вы не отпускайте. Даже то, что вы горите изнутри, даже то, что у вас что-то иногда, может, не получается, как вы бы хотели, вы не отпускайте руки. Вы ставите себе цели, вы достигаете новые возможные, вы идёте в тех достижениях, которые вы себе поставили, да. Я, как и сказала, что здесь может быть только эта проверка для вас, как Вселенная вас проверяет, да, как новый какой-то жизненный урок в вашей жизни. Самое главное, достойно его пройти. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советуют вам на этот февраль. Прислушиваться ваших интуиций. Мужчины и женщины, я хочу прислушиваться вашей интуиции. Вы мудрые люди, да. Для мужчины здесь рядом с вами есть такая женщина мудрая, да. Мудрая, которая может советовать, которая может вам какой-то правильный совет дать, когда вы можете это сделать, да. Для женщины это показывает вы сами такие, да. У вас может быть, да, какие-то новые испытания в жизни, но у вас идёт и какие-то новые возможности, да. Да, даёт много даже, может быть, возможностей. Самое главное, прислушивайтесь вашей внутренней интуиции. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...